Ребят, настоятельно рекомендую сайт raid.guru. Здесь есть каталог героев со всевозможными фильтрами, каталог кланов, локаций с гайдами и нет навязчивой тупой рекламы. Ссылочка будет в описании raid.guru. Заходи. Ребят, всем привет. С вами Тики на канале Тики Спати и у нас сегодня целых три новости будем обсуждать. Первое мы с вами обсудим, это ребаланс арены и что можно сделать. Так вот, первое. По защите в арене можно теперь выставлять всего лишь одного героя, потому что у вас не будут забирать больше чем 50 очков в день. Это упростит кач арены, то есть в любом случае вы будете набирать больше очков в день, если вы нормально играете на арене, стабильно сливаете по 10-15 хотя бы ключей. Вы это все перебьете. Поэтому никакого смысла сейчас в деф-пачках на арене в принципе нет. Все будет зависеть от того, кто будет фармить больше какие-то определенные лиги. Понятно, что когда будете подниматься в пятую голду и выше, там уже деф-паки нужны, потому что там уже будет гораздо все сложнее. Вот все, что ниже, все идеально фармится, все просто. Я без особой сложности там и в третьей, и в четвертой, и во второй голде. То есть вообще можно даже практически не играться. Вот такая вот новость по дефу. То есть все упростилось, просто фармить. Очень много стал уже участников во второй, в третьей, в четвертой голде, у которых просто один человек, да, есть в защите персонаж. Поэтому такая новость. Я думаю, что это все будет фикситься, но думаю, что не сразу. Поэтому пользуйтесь. Там месяца три, я думаю, точно будет. Вторая новость у нас произошла с ребалансом. С ребалансом, соответственно, героев. Пойдемте посмотрим, каких героев нам с вами будут ребалансить. Первое это... Обсудим с вами Шеримайну, потому что она у меня есть. Как бы... По ней всегда были вопросы, почему она не играет даже на бомале условном. Потому что у нее огромные откаты. У нее пять откатов здесь, шесть ходов здесь откатов. И везде понизят на один. И здесь на десять процентов вероятность заморозки повысят. Ну, очень приятно. Герой становится, ну, можно сказать, что на самом деле играбельным. Как раз хотел ей заливать книги. Думал, но уже залил. Правда, это будет, значит, недельки через две я залью книги. И буду, в общем, тестить героя для гайда. Потому что на этом канале будут сняты на все шестидесятых моих героев гайды, которыми я играю. Вот, дальше у нас, соответственно, и Нитви, и Итос. Ну, там вообще даже показывать нечего. Там одному повышают слабость с 15 до 25. И другому повышают коэффициент с А3. Вот, и в принципе, ну, он становится хоть чуть-чуть более играбельным. То есть, для лег это, ну, на самом деле, очень легкие правки. И их даже обсуждать не стоит. Чтобы у Войт-леги слабость была не полноценной, 15%. Да, там, ну, какая-то фигня. То есть, Войт-лега и слабость 15% фигня полная. Самая главная новость этого видео – это слияние. Слияние. Сейчас вы увидите картинку на своем экране. Мы с вами, соответственно, обсудим, какие навыки есть. Это слияние на героя-бомбаря. У него очень крутые навыки. Хочу сказать, что, скорее всего, это приурочено к каменной коже. Нам как-то надо бомбами расфигачивать. Да, ни одной мачехой мы будем сыты, чтобы эту каменную кожу расфигачивать. Поэтому нам вот дают такого вот хорошего, я бы даже сказал, очень хорошего против каменной кожи героя. Гай-триумфатор. По-русски он будет приблизительно так называться. Давайте почитаем его навыки. Первый – это атакует врага два раза. Если враг погибает, ходит еще раз. В принципе, неплохо, два раза. Иногда бывает, например, что Хурдик ходит один раз. И дальше ходит еще раз, если он убивает. Если за один раз убил. А-два – атака по всем врагам, с вероятностью 75%. Скорее всего, с книжками все эти 75% вероятности будут прокачиваться до 100%. Накладывает сон. Далее сон на один ход. И бомбы, которые взорвутся через два хода. А-три – атакует врага два раза. Первый удар мгновенно взрывает все бомбы на цели. Второй удар игнорирует все бонусы неуязвимости цели. Ну и, соответственно, А-4 пассивочка. Вернее, это не А-4, это пассивочка. Аура, как видите, 25% атаки. Всех повысит. Злые бомбы. Пассивный навык. По пассивному навыку при атаке имеет 30% шанс размещения дебафа бомбы на атакующего, которая взорвется через два хода. Происходит это один раз за один, соответственно, удар по герою. И мгновенно взрывает все бомбы, когда этот чемпион, этот персонаж убивается. То есть, как мы видим, нашей каменной коже от этого героя будет очень плохо, если он все-таки сможет походить, наложить бомбы. Как видим, у него даже топовый А-3, хоть и перезарядка 5, я думаю, что будет, наверное, 4, но даже не в этом суть. То есть, смотрите, он мгновенно активирует все бомбы на цели. Если цель не умерла, либо у него прокнул неуяз, то есть этот навык делает бесполезным сет неуязвимости против него. Герой, если это герой слияния, он, ну, наверное, один из лучших. Я его приравниваю по актуальности в свое время к Брагичу, к Хурндику даже, наверное. Вот, то есть, что-то между полезностью, потому что на арене этот герой будет очень и очень полезный. Вот, очень полезный. Насколько я помню, у Бомала повышенный урон от бомб. В принципе, его можно попробовать на Бомале юзать, потому что очень много будет бомб, они будут очень часто взрываться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, где еще можно этого гай-триумфатора использовать. Жду вас в комментариях, откомментирую все комментарии. И не забудьте поставить лайк. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Такие вот у нас с вами новости. Жду вас в следующих видосах и на стримах. Спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok